Фондовый рынок Украины из-за потери голубых фишек немножко просел, в то же время рынок облигаций только развивается. Об этом нам рассказал Олесь Когут из компании Sortis. Здравствуйте. Как бы вы оценили ситуацию, которая сейчас сложилась в финансовом секторе Украины, в частности на рынке облигаций? Насколько активен может быть этот рынок по своему потенциалу и что мы можем видеть в конце этого года следующего? Рынок облигаций, там присутствуют в основном два типа облигаций. Это корпоративные облигации, которые выпускают компании, корпорации, являются имитентами, и государственные облигации, которые выпускает правительство Украины. И эти облигации государственные еще называют суверенные, суверенные бонды, суверенные заимствования. И есть такой тип по типу, это суверенные, это те, которые выпускают крупные государственные корпорации, фактически под гарантией правительства. Вот фактически в этих суверенных облигациях, я имею в виду облигации евробонды НАК «Нафтогаз Украины», были самые последние новости. Буквально на днях, а именно 3 октября, НАК «Нафтогаз Украины» полностью погасил весь выпуск евробондов в размере 1,6 миллиарда долларов. Это было сделано вовремя, в срок и в полном объеме. Это достаточно серьезный сигнал для рынка, потому что не произошло дефолтов, не произошло никаких форс-мажорных обстоятельств, все произошло вовремя. Но сумма очень значительная. И это достаточно серьезный показательный момент. В сложившейся ситуации государственные гарантии это более-менее минимизация рисков. Это определенная, однозначно, потому что «Нафтогаз», как и все другие компании, будет снова идти на рынок, снова будет идти за привлечением. Ему нужна хорошая история, ему не нужны примеры с дефолтами, со всем остальным. Точно как же так и не надо это государству. И вообще, если перейти к государственным облигациям АВГЗ, либо евробонды, рынок этих государственных евробондов фактически является индикатором сейчас, на настоящий момент, платежеспособности и индикатором рейтинга Украины в лице иностранных инвесторов. И вот сейчас эти облигации торгуются по достаточно высокой цене. Сейчас доходность по украинским евробондам на рынке составляет 9-9,5%. Это огромная, это высокая цена. Для сравнения, евробонды Израиля, в котором тоже происходит антитеррористическая операция, торгуются по цене 2,7%. Вот это для сравнения. Но такой рынок, и фактически все инвесторы, особенно спекулятивные, относят украинские евробонды к так называемым мусорным облигациям. Но они абсолютно нормально их покупают, в них участвуют. И сейчас в спекуляциях, и для крупных фондов иметь в портфеле 1-2% портфеля, это в 1-2% стоимости портфеля украинские евробонды, это абсолютно нормально. Интересна структура. Первый владение, кто является держателем украинских евробондов, это крупные, очень крупные инвестиционные фонды. Самым крупным держателем украинских облигаций является известнейший фонд Franklin Temple. Ну да, в частности говорили, что более половины украинского госдолга... Не половины, но процентов 35, общий объем выпуска составляет 18 миллиардов долларов. Вот эти 18 миллиардов долларов Franklin Temple владеет порядка 8, ну почти 40%. Это один-единственный в одних руках 40% суверенного долга страны. Это очень серьезная позиция. Но при этом всем, если такой крупный фонд спокойный, нормально держит, абсолютно уверенно продолжает потихоньку наращивать позицию, говорит о том, что они спокойны. И снова-таки, возвращаясь к нашему уважаемому премьер-министру Украины господи Айценюку, в Нью-Йорке на сессии Генерального Сумбелия Иоанна он сказал, что Украина будет выполнять свои обязательства. Дефолтов не будет, и мы этого не допустим. В принципе, ситуация с обслуживанием, с теми затратами, которые надо провести до конца года, бюджет позволяет, справляется с обслуживанием бандов. И это нормально. То есть, по факту, будут ли довыпускать какие-то предприятия или государства для наполнения бюджета? В частности, сейчас такой потребности нет. Но если говорить о том, что большой долей этих долгов владеет определенная одна компания, то говорить о том, что этот рынок живой, и он постоянно двигается, и что инвесторы заинтересованы в этом, пока нельзя. То есть, такой рынок плавающий, то интересные ценные бумаги, до подписания определенных договоренностей с Европейским Союзом, после этого уже он не настолько интересен. Когда мы сможем сказать, например, в 2015 году, в 2016 году, что этот рынок живой и постоянно работающий? Он, в общем, живой. И выходить надо, и будут выходить, по мере потребности. Стоит вопрос, по какой цене. Какая стоимость этого ресурса, какая процентная ставка. И здесь, ну, мы возвращаемся к тому, что сейчас украинские ценные бумаги торгуются по очень невыгодной доходности. И до конца года, на 2014 год, в принципе, нет. Хотя в бюджете Украины заложено, что на весь 2014 год допустимо предельный уровень заимствования составляет до 800 миллиардов гривен. В настоящий момент фактический объем заимствования составляет где-то порядка 200-210 миллиардов. То есть, возможность выпуска существует. Вопрос, нужен ли, и как это все сделать. Я допускаю, что возможно будет размещение выпуска евробондов на сумму около миллиарда долларов. Но это в рамках гарантий, которые предоставляет правительство США. Есть договоренности, что правительство США в рамках общей помощи для Украины выдаст гарантию в размере миллиардов долларов для украинского правительства под выпуск облигаций. Сейчас, если там доходность меньше... Там будет доходность, соответствующая нормальному рынку. Доходность этих облигаций будет на уровне 4,5-5%. Это немало, но это намного лучше, чем 9%. Это в два раза дешевле. Потому что гарантии США, потому что это ликвидные облигации, которые будут торговаться. Ну вот, в настоящий момент, в принципе, рынок облигаций, он больше всего является индикатором. Индикатором состояния украинской экономики, индикатором состояния нашего платежного баланса, нашего дефицита бюджета и всего остального. Если смотреть будущее, 2015 год, какой у вас сценарий развития финансового сектора Украины? Будет ли он позитивным? В частности, если мы говорим, что даже в бюджете 2014 года еще вот эта граничность заимствований еще не использована, значит, и в 2015 году у нас определенно есть позитивная перспектива. Сложно сейчас сказать. Очень важно, как мы закончим этот год. Вот эти сейчас три месяца, вот этот последний четвертый квартал очень важен, чтобы ситуация стабилизировалась. Потому что, в общем-то, ключевым моментом сейчас для экономики и для финансовой системы Украины, для финансового рынка являются, конечно же, политические моменты. Является вопрос военных действий, войны на Донбассе. Если этот вопрос будет урегулирован, если у нас не будет продолжаться девальвация валюты, не будет снижения курса гривны, которая происходит, произошла вот в этом году, если у нас более-менее будет под контролем дефицит бюджета, хотя бы на уровне, там, думали 4,5, 5, сейчас Всемирный балл сказал 8, ну, даже пускай не выше этих цифр, то, конечно, 2015 год может стать годом начала определенной, начала стабилизации. И тогда, если это будет стабилизация, значит предприятие будет нуждаться в средствах, в оборотных средствах, в оборотных деньгах, которые они хотят получить. И для этого финансовые рынки, финансовые инструменты, те же облигации, или что-то в этом роде, какие-то там другие, они очень выгодные, это именно тот инструмент, которым надо пользоваться. Поэтому мы искренне надеемся, что это будет работать. Это будет работать, и мы являемся частью финансовой системы мира, и мы оттуда никуда не ушли, просто мы сейчас немножечко так, в очень специфическом положении. Развитие рынка облигаций. Что же может дать государство под свои гарантии, нам рассказал Олесь Когут из компании Sortis. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца, специально для Dukascopy TV из Киева. Помещение предоставлено бизнес-центром Regus.